Биткоин стремится к 68 тысячам долларам, и шартисты уже плачут. Давай разберем ситуацию на рынке, поговорим о биткоине, эфириуме, альткоинах, хилане маске, японии и других важных событиях этой недели. Поговорим сразу же после того, как ты передашь за проезд, а проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Как обычно, предупреждение, я не какой-то там финансовый гуру и провидец, я всего лишь парень, который однажды создал канал на ютубе и начал обозревать новости из мира криптовалюты, экономики и финансов. Начнем с альткоинов. Нас все еще ожидает множество разблокировок на этой неделе. Например, ENA, Arbitrum, Cardano, Prime, BGB, ApeCoin и другие. Стоит следить за этими альткоинами на этой неделе, возможно, мы получим хорошие скидки на них. Не вижу, есть ли у меня зрители из Канады, но этот график вызывает тревогу. Канада в беде, пишет Дэвид Найт Лэгг. Этот график показывает реальный ВВП на душу населения в Канаде и США. И никогда раньше в истории не было такого огромного разрыва ВВП на душу населения между этими странами. Канада с момента коронавируса немножко восстановилась, но с тех пор не продвинулась вперед. Особенно после того, как был избран этот человек. Местные комментируют это так. Go walk, go broke. Определение этой фразы ты видишь на экране. Привет всем канадцам. Следующая новость правительства. Идут за нашими деньгами. Китай собирается обложить налогом сверхбогатых за доходы от зарубежных инвестиций. Почему? Да потому что у них нет денег в казне. Они уже печатают миллиарды, а готовы напечатать триллионы. В том числе и поэтому биткоин растет в последнее время. Это тренд, который мы будем наблюдать не только в Китае, но и по всему миру. Правительства не позволят своим гражданам просто так уехать. Особенно тем, у кого большие капиталы. Они не дадут им сбежать в какой-нибудь условный Дубай и наслаждаться там своими деньгами без налогов. Нет. Они хотят опустошить твои карманы перед тем, как ты уедешь. Возможно, поэтому спрос на биткоин и криптовалюты растет в таких странах, как Китай. Потому что люди стараются найти способ спасти свои сбережения, активы и капиталы от большого китайского брата. Но кроме Китая это происходит и в некоторых других странах тоже. Возможно, это тоже повлияло на недавний рост биткоина. И, кстати говоря, Камала Харрис как раз таки хочет обложить налогами сверхбогатых в США. И в случае ее победы мы можем ожидать роста биткоина как раз поэтому. Одна из самых горячих тем этой недели это Эфириум. Эфириум попал в передрягу. И я не говорю о продажах Бутерина или Эфириум Фаундейшн. Такие мы видели и раньше, ничего особенного. Я говорю о доходности Эфириум Валидаторов. Это график ежемесячной доходности от аналитической компании IntoTheBlock. И есть несколько моментов, которые стоит отметить. Первое. Доход Эфириум Валидаторов значительно снизился. Как ты видишь вот здесь. Вот это падение. И я думаю, есть несколько причин для этого. Во-первых, криптовалюты второго уровня L2 фактически каннибализируют криптовалюты первого уровня L1. Эфириум является криптовалютой первого уровня L1. Это значит, что использование L1 падает. И мы видим, что количество активных пользователей Эфириума снизилось с миллиона до 350 тысяч. Это во-первых. А во-вторых, на это влияет и так называемый механизм MEV. Когда некоторые валидаторы получают выгоду, а другие оказываются в проигрыше. Эфириум пытался решить вопрос масштабирования с помощью решений второго уровня. Но это привело к тому, что такие L2 решения, как например Rollups, снизили комиссии, что заставило пользователей проекта перейти на L2, тем самым оставляя валидаторов L1 с меньшими доходами. Как итог мы видим падение доходов валидаторов Эфира и падение количества пользователей Эфира. Это повлияет и на дальнейший уровень инфляции Эфира, что вызывает беспокойство по поводу долгосрочной доходности валидаторов. Некоторые валидаторы уже ищут другие блокчейны, где можно зарабатывать. Уверен, что Виталик Бутерин видит все это и, вероятно, у него в голове уже звенят тревожные звонки. Он совершил стратегическую ошибку, когда сосредоточился на L2 для масштабирования. Это неправильный путь. Также время для того, чтобы устаканить одну транзакцию в сети Эфириума, тоже очень большое. Нужно, чтобы деньги перемещались мгновенно и не нужно ждать 15 минут, чтобы узнать, дошла ли транзакция, или ждать еще 15 минут сверху, если возникла ошибка. Это просто не сработает на длинной дистанции. В любом случае, думаю, Эфир будет решать эти проблемы и по мере их решения его ценность должна расти. Впрочем, вероятность скама всегда присутствует. Даже биткоин может соскамиться, помня об этом. Тем не менее, я обычно обращаю внимание на те монеты, которые начинают собирать вокруг себя много хейта. Японские акции зафиксировали исторически рекордные оттоки. Люди продают японские акции, и это в то время, когда в Китае, наоборот, наблюдаются рекордные инвестиции. Очевидно, что многие деньги из Японии перетекают в Китай, и японская экономика продолжает стагнировать, а банк Японии достаточно некомпетентен. Но из этой ситуации есть выход, и он называется MetaPlanet. Это японская компания, которая хеджирует состояние экономики страны с помощью биткоина. MetaPlanet – это компания, зарегистрированная на токийской фондовой бирже, и вчера они купили биткоин на 6,8 миллиона долларов, тем самым увеличив свой стратегический запас биткоинов до 56 миллионов долларов. Это 855,5 биткоинов. Это еще один пример бесконечного денежного глюка, который нащупала микростратегия. Сначала компания выпускает долг, затем покупает биткоин, а затем ее акция растет. И мир начинает это понимать, и теперь все больше компаний делает так же. Это безумие. Что касается биткоина, на данный момент мы уже выше этого затяжного канала, и нужно закрыть эту неделю выше него, выше 67 тысяч долларов, для подтверждения этого прорыва. Подтвержденный прорыв – это самая настоящая ракета для биткоина. Индекс страха и жадности вырос до 73 пунктов. Такой жадности мы не видели с июля 2024 года. И лично меня это немного смущает, так как в последний раз мы видели такую жадность 21 и 30 июля. Вот эти моменты на графике биткоина. Но если мы поймали бычий тренд, то жадность может вырасти вплоть до 92-95 пунктов без какой-либо коррекции на рынке. В любом случае, чем выше этот график, чем выше жадность, тем я осторожнее. Здесь мы можем видеть победителей за последнюю неделю. Аптос на первом месте. Удивительно, но биткоин кэш на втором месте. Иммютабл Икс на третьем. Юнисвап на четвертом. Внезапно все заговорили о децентрализованных биржах. Дексы сейчас в тренде. И, кстати, некоторые майнеры тоже на подъеме. Клинспарк наконец-то восстановился, прибавив 38% стоимости за последние три торговых дня. Майнеры взлетают. Если говорить про спотовые биткоины ETF, и вчера был седьмой лучший день ETF за всю историю. Они привлекли 551 миллион долларов, и это очень много денег. И, как видно, сейчас идет третья фаза накопления. И я думаю, что благодаря снижению ставок еще больше денег из режима ожидания перейдут на рынки. Я говорю о фондах денежного рынка, в которых сейчас сидит почти 6,5 триллионов долларов. Как только они решат, что находиться там им менее выгодно, чем в криптовалюте или в других активах, то мы увидим, как эти деньги начнут течь на крипторынок. И, как показывают недавние исследования, Шваб опросил своих клиентов. И большинство из них хотят вложить деньги в крипто ETF после вложения в акции. Это около 45% людей, если я не ошибаюсь. Так что криптовалюты и биткоин будут в меню в четвертом квартале этого года и, скорее всего, до октября-ноября следующего. 9 спотовых ETF-ов проглотили 8344 биткоина за один день. Это в 19 раз больше, чем за этот же день добыли майнеры. И на самом деле, если посмотреть на оттоки и притоки денег, мы заметим, что ориентироваться на эти данные довольно сложно. Это как стоять на канате и пытаться удержать равновесие. Все очень неустойчиво. То огромный отток, то огромный приток. Тем не менее, если это продолжится в этом же темпе, который мы видели в последние дни, то четвертый квартал может быть очень хорошим. Сейчас снова заговорили о грядущем шоке предложения. Конечно, многие покупатели ETF могут быть спекулянтами. Они могут быстро войти и быстро выйти. Но если вспомнить недавнее падение биткоина до 53 и даже 48 тысяч долларов, мы можем отметить стрессоустойчивость этих инвесторов. Большинство из них не продавали в такие моменты. Это внушает оптимизм и надежду. А теперь перейдем к анчейн-данным. Этот график показывает средний открытый интерес к биткоину на ведущих биржах. И сейчас он демонстрирует очень позитивный импульс за последний квартал. Этот показатель за последний квартал выше среднегодовых значений, что является бычьим сигналом. Последний раз, когда у нас был такой зеленый уровень, был во время пандемии коронавируса вот здесь. И что произошло после ковида? Мы улетели далеко вверх. С 5 тысяч долларов в марте 2020 до 69 тысяч долларов в ноябре 2021. И мы вернулись к этой стадии сейчас. Вопрос в том, улетит ли эта черная линия, которая обозначает цену биткоина на Луну. Потому что она оставалась на вот этом уровне на протяжении 8 месяцев. И ответ, вероятно, да, если история повторится. Так или иначе, хорошие события еще впереди. Криптоквант говорит, что сейчас стена продаж очень-очень слабая. Это вот этот красный график. И если мы сейчас пересечем вот этот нулевой уровень, то стена продаж превратится в стену покупок, которая будет нарисована уже зеленым цветом, как вот здесь. Множество людей шортит на уровне 68 тысяч долларов. И если мы пробьем этот уровень мощным рывком вверх, множество шортистов будет ликвидировано. Это заставит их закрыть позиции, что, конечно же, еще больше увеличит цену, так как давление продавца будет снижаться и будет снижаться быстро. Это называется шортсквиз. А это хэш-риббон для биткоина. Он только что нарисовал новый сигнал. Хэш-рибон – это индикатор, который показывает изменение хэшрейта биткоина. Он образует сигналы, когда 30-дневное среднее значение хэшрейта пересекает 60-дневное значение. Такое пересечение сигнализирует о капитуляции наименее эффективных майнеров биткоина. Именно об этом и говорит снижение хэшрейта. Вот почему майнеры-победители сейчас растут. Кроме того, перед большим ростом цены мы всегда хотим видеть максимальную капитуляцию майнеров. Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, провел ежегодную встречу. На ней он рассказал о том, что, возможно, биткоин станет таким же большим, как весь рынок жилья в США. Он также упомянул, что ипотечный рынок жилья весит 11 триллионов долларов, а рынок жилья в целом в США составляет 50 триллионов долларов. На данный момент, если что, капитализация биткоина составляет 1,3 триллиона. При 50 триллионах долларах капитализации цена биткоина будет 3,25 миллиона долларов. Если же биткоин достигнет размера ипотечного рынка в США, его цена будет 670 тысяч долларов. Предупреждаю, что это всего лишь вероятность, а не гарантия. В любом случае, Ларри сравнивает биткоин с недвижимостью. Что такое недвижимость? Это средство сбережения. Что такое биткоин? Это тоже средство сбережения. Вот как он смотрит на вещи. И не только смотрит, но и накапливает. Скоро, я думаю, только у BlackRock будет миллион монет биткоинов. Это колоссально. У биткоина по-прежнему была очень хорошая неделя по сравнению с альткоинами. Индекс сезона альткоинов находится на отметке в 27 пунктов. Это означает, что биткоин по-прежнему выигрывает. Давай посмотрим, как это выглядит в разрезе. Биткоин опять же вырос на 5,1% за последние 90 дней. Мы фактически остались на том же уровне, на котором были в июле 2024. Но с одним отличием. Теперь в октябре мы находимся в четвертом квартале. И в предыдущих видео мы говорили, что в предыдущих циклах обычно все начиналось где-то с 12-15 октября. Если применить математику, то у нас должно начаться с 20 октября. Но как ты видишь, рынок уже прорывался выше 67 тысяч долларов немного раньше. Но пока еще рано что-то говорить. Посмотрим, сохранится ли эта тенденция дальше. Нам нужно закрыть эту неделю выше 67 тысяч долларов, чтобы делать выводы. Победителем этой недели стал Суй, затем Тао. Справа я хочу обратить внимание на монеты прошлого. Плакадот, Космос, Атом и Пол. Худший среди худших. Пол это то, что раньше называлось Матик. Они провели ребрендинг и переименовались в Пол. Когда сеть проводит ребрендинг, это признак отчаяния. Посмотрите на все старые сети, которые меняли свои названия. Я бы привел пример, но я их не помню. Мы уже успели их забыть. Но в любом случае, ребрендинг это признак отчаяния. Если ты видишь ребрендинг, это значит, что что-то не так. В любом случае, после ребрендинга за последние 90 дней Матик упал на 31%. Кроме этого, АИ снова набирает обороты. Это топ-тренды в криптовалюте за последние 30 дней. Токены искусственного интеллекта выросли на 49,9%. За ними следуют криптовалюты, связанные с дата-сервисом. Например, хранение информации. И тройку закрывает мем Куины, которые выросли на 30,8%. Мемы действительно переживают подъем. Я понял это, когда открыл свой Фантом Воллет и увидел, что за 7 дней баланс вырос где-то в 3 раза, если не больше. Биткоин и эфириум за это время практически сравнялись. У эфира была неплохая неделя, и он тоже немного отскочил от минимумов. Теперь давай посмотрим на денежные потоки. На прошлой неделе приток средств в инвестиционные продукты для цифровых активов составил 407 миллионов долларов. Но, скорее всего, на решения инвесторов больше влияли предстоящие выборы в США, чем прогнозы по денежно-кредитной политике ФРС, которая, кстати говоря, стремится к смягчению. Так что выборы сейчас имеют значение. Люди стараются распределить капиталы в зависимости от прогнозируемого исхода выборов. Если посмотреть на разбивку, биткоин получил львиную долю этих денег – 419 миллионов долларов за неделю. Он стал главным бенефициаром недавних политических сдвигов, например, рейтингов кандидатов. Инвестиционные продукты на биткоин, связанные с короткими позициями, то есть с шортингами, продажами, испытали отток денег – 6,3 миллиона долларов, что также является очень бычим фактором. Ripple XRP привлек 1,1 миллиона долларов. Это даже лучше, чем у Solana. В Solana занесли всего 600 тысяч долларов. Из эфириума вывели 9,8 миллиона долларов за неделю, а за месяц – 35 миллионов долларов. Это худший показатель среди всех этих криптовалют. Эфир сильно выделяется на фоне остальных, но в годовом исчислении притоки в эфириум все равно остаются позитивными. Пока что ETF-ы не сильно влияют на эфир, а значит важны именно фундаментальные показатели, в которых он, как мы уже выяснили, все еще хромает. Говоря про Solana, Solana Foundation организовала круглый стол с регулятором виртуальных активов Дубая. В нем приняли участие 50 фондов, руководителей и основателей со всего мира, которые обменялись мнениями о том, как мы можем создать прогрессивный режим регулирования для блокчейн-стартапов в Арабских Эмиратах. Тот факт, что Solana сидит за этим столом со всеми этими деньгами и всеми этими регуляторами, чтобы создать основу для развития блокчейна, является знаменательным. В конце концов, это может привести к притоку денег в этот актив в ближайшей перспективе. По еженедельному объему на DEX, Solana лидирует с объемом чуть менее 10 миллиардов долларов, 9,5 миллиардов долларов. На втором месте эфириум 8,9 миллиарда, почти 9 миллиардов долларов. Потом блокчейн от Coinbase, который называется Base, 5,7 миллиарда долларов. После него уже Binance, 5,5 миллиарда долларов. Было время, когда эфириум был на первом месте в этом списке, Binance на втором, а Arbitrum на третьем. Теперь все изменилось. Деньги перетекают в ту цепочку, которая имеет лучший пользовательский опыт при самых низких комиссиях. И сейчас пользователи говорят, что это Solana. Меня, кстати, удивило еще и то, что Base обогнал Binance. Это показательно. Нужно смотреть на токены в сети Base и особенно на мемкоины на Base, учитывая то, что мы сейчас находимся в суперцикле мемкоинов. Среди DEX мы видим, что DEX на Solana, Юпитер, доминирует на рынке децентрализованных бирж и агрегаторов. Он занимает 30,42% рынка. Невероятно, что Юпитер продолжает доминировать над всеми другими агрегаторами уже месяц. Несмотря на то, что находится исключительно в одной сети. Только в сети Solana. Посмотри, во скольких сетях работают все остальные. Как минимум в трех. Представь себе, если Юпитер станет мультичейн-агрегатором, когда Юпитер будет работать не только в сети Solana. Это действительно встряхнет ситуацию на рынке. Это изменит игру. Кроме этого, Grayscale оценивает Юпитер для того, чтобы включить его в свои инвестиционные фонды. То есть клиенты смогут инвестировать в Юпитер через Grayscale. Не то, чтобы я был большим поклонником Grayscale, но когда они открывают один из них и включают в него определенные активы, эти активы, как правило, становятся очень популярными. Самый свежий пример это Тао. Их фонд искусственного интеллекта, который инвестировал больше всего в Тао. Тао из-за этого очень неплохо взлетел за последние недели. Но теперь именно Юпитер находится в списке активов, которые Grayscale рассматривает для включения в свои инвестиционные продукты. И если это случится, то, скорее всего, Юпитер повторит движение Тао. Кстати, кроме Юпитера, Grayscale рассматривает и целый ряд других криптовалют. Аэродром, Йена, Injective Protocol, Mantra, Ondo Finance, Pendle, Torchain и другие. В общем, интересный список имен. И нужно обязательно следить за этими монетами. Ведь если Grayscale действительно включит их в свои инвестиции, то, скорее всего, они хорошо вырастут. Однако, если смотреть на то, куда инвесторы несут свои деньги, а мы видим это в этой таблице, то, скорее всего, Юпитер будет в их приоритете. Это объем поискового запроса мемкоинов в Google. И мы видим, что это самый высокий уровень с июня этого года. Раньше я был скептичен по отношению к мемкоинам, так как совершенно не понимал, в чем их смысл. Меня всегда интересовали солидные проекты с мощным фундаментом и реальной проблемой, которую они стремились решить. Однако, я несколько изменил свое мнение, когда увидел одну таблицу. К сожалению, я не смог ее найти. Но суть в том, что людей опрашивали, что они лучше купят. Биткоин, доллар Зимбабве, эфириум или доги коин. И большинство отвечали доги коин, потому что там была изображена прикольная собачка. В этом есть логика. Дело в том, что деньги текут туда, куда уходит внимание. А мемкоин это всего лишь двигатель внимания. Единственная причина, почему мы все держимся за доллар и видим в нем ценности, заключается в том, что они удерживают внимание власти систему. Ты бы предпочел держать доги коин или зимбабвийский доллар? Доги коин, если честно. Так кто из них более ценный? Все эти государственные валюты, которые раньше имели эту внутреннюю ценность, сегодня превратились в щиткоины. Они построены на кредите, это не настоящие деньги. Я не призываю покупать мемкоины, я просто делюсь данными. Но многие розничные инвесторы чувствуют, что они, возможно, упустили момент в других активах. И, к сожалению, они собираются вложиться в мемкоины на всю котлету. Но если ты ввязываешься в мемкоины, то забирай прибыли с безжалостной эффективностью. Забирай свои вложенные, забирай каждые x2 и x4. Не держи их слишком долго. Или же, если ты хочешь держать какой-то мемкоин как долгосрочную инвестицию, распрощайся с теми деньгами, которые ты в него вложил. Это крайне опасная игра. Вот, например, один из мемкоинов, который я держал. Я вложил в него всего 50 долларов, но сейчас это буквально копейки. Однако из 80 мемкоинов, которые я купил за последнее время на 50 долларов каждый, один из них очень сильно вырос. Даже не буду говорить на сколько. Но гораздо сильнее, чем я ожидал. Моя стратегия фиксировать любые прибыли в Солану и тем самым накапливать Сол. Кстати о Солане. Итена снова хочет добавить Солану в качестве обеспечения для своего стейблкоина USD. USD это то, что называется синтетикой. Он уникален тем, что поддерживает свою привязку к доллару благодаря хеджированным сделкам и управляемым рискам. Но, как известно, синтетика создается на основе других активов или финансовых инструментов и не является физическим активом. Эти активы могут быть более волатильными и подвержены большим рискам. Здесь нужно быть очень осторожным, особенно если наступит медвежий рынок. Синтетика может очень быстро лопнуть. Мы уже видели что-то подобное на примере FTX. Поэтому не держи в USD и все свои стейблкоины. Глобальный управляющий активами VanEck запустил авантюрное подразделение и нанял бывших руководителей Circle Ventures, чтобы возглавить его. Сейчас они собирают 30 миллионов долларов для своего первого фонда, который будет инвестировать в криптовалютные компании, связанные с винтехом, искусственным интеллектом и криптовалютами. Это хорошая новость для тех криптовалют, которые связаны с винтехом и искусственным интеллектом. Если говорить о рынке акций, мы видим, что Tesla упала более чем на 10%. Однако она отскочит. Так всегда происходит после таких событий, которые мы недавно наблюдали. В целом в этом году S&P 500 в 46 раз достигал нового исторического пика на разговорах о мягкой посадке экономики и снижении процентных ставок. Говоря о Тесле, сейчас Кибертрак это третий самый продаваемый электромобиль в США. Кибертрак стоит намного дороже конкурентов, но при этом разрывает их. Об этом говорят и планы Теслы выпускать уже 50 тысяч машин вместо 16 тысяч, как сейчас. На этой диаграмме видно, что альтернативы Тесле пока нет. Ближайший конкурент GMC General Motors отстает примерно в 6 раз. Здесь это видно немножко лучше. Скорее всего, Hyundai скоро обгонит General Motors, потому что GM не знает, что делает, а корейцы знают. В любом случае, скорость изменений очень важна. Кроме этого, четвертый квартал всегда является лучшим для Теслы. Здесь можно видеть, что между первым и вторым кварталом поставки Теслы выросли на 15%. Между вторым и третьим кварталом они выросли на 5%. И ожидается, что четвертый квартал вырастет еще на 10-15%, что приведет к продажам на уровне 500 тысяч автомобилей. В Китае, кстати, продажи просто взрываются. Всего за два квартала этого года они выросли со 132 тысяч до 182 тысяч штук. Кстати, сокращение процентных ставок тоже может повлиять на продажу электромобилей, а значит и на рост цены акции Тесла. Ведь они сделают кредиты более доступными для потребителей. Кроме того, что Тесла представила роботакси и роботов, SpaceX также достигла чего-то экстраординарного. SpaceX сумела посадить самую мощную ракету из когда-либо созданных для того, чтобы повторно ее использовать. Это очень экономит и деньги, и ресурсы, и время. Что SpaceX может сделать дальше? Далее они собираются использовать эту ракету, чтобы вывести в космос очень большие спутники, которые обеспечат планете глобальный доступ к интернету. А потом каким-то образом они привяжут его к нашим наземным мобильным телефонам, и у нас будет интернет без цензуры. По крайней мере в теории. И по мере того, как мы будем двигаться в будущее, особенно будущее цифровых валют, центральных банков, такие вещи, как наличие чего-то без цензуры, станут очень важными и ценными. Что у нас еще есть без цензуры? Биткоин. Кроме того, это событие, это ключ к многопланетности, это радикально снижает стоимость запуска на околоземную орбиту и так далее, это снижает расходы на все остальное. И после недавнего успеха SpaceX, люди теперь уверены, что это может сработать. Илон сможет добраться до Марса. И еще произошло кое-что очень странное. Средства массовой информации начали разворачиваться от обычной ненависти Килану Маску, SpaceX и Тесле к явному одобрению его действий. Внезапно все СМИ вдруг сказали, о боже, но мы должны отдать ему должное. Он завершает пятый испытательный полет, приземляет ракету-носитель в драматической ситуации, ловит возвращающийся ракету-носитель, делает историю. Забавно, как они все переобуваются, когда понимают, что победить не получится, а значит нужно присоединиться к победителям. И мы уже видели это на другом примере. На примере BlackRock, Fidelity и других, которые раньше поносили биткоин, а сейчас возглавили его. Биткоин, интернет без цензуры, электромобили, межпланетная колонизация. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok